Сергей, я очень рад вас видеть на своем канале. Спасибо за то, что нашли возможность прийти. Сергей, спасибо, что пригласили. С вами интересно беседовать, поэтому я вам никогда отказывать не могу. Благодарен, спасибо. Предмет нашей беседы и почему я, собственно, вас пригласил. Месяца два назад вы давали интервью на канале Укралов ТВ, где ваша позиция в тот период заключалась в том, что системного банкопада не предвидится и на ту пору падение Silicon Valley Bank и двух других банков является результатом менеджерской ошибки этих банков. Вопрос у меня к вам первый. Вы по-прежнему так считаете? Сергей, ну давайте, во-первых, мы сделаем оговорку для наших зрителей, что мы разговариваем про банковскую систему Америки, чтобы не дай бог не подумали, что мы еще про какую-то другую страну говорим. Второе, знаете, вот этот вопрос, кризис или не кризис, я всегда говорю, дайте определение, что такое кризис. Вот мы берем 2008 год как образцовый финансовый кризис, банковский кризис и мы хорошо понимаем причины кризиса, которые были связаны с рынком ипотечных облигаций, без обсуждения, как там все это было устроено, неважно. Соответственно, банки приняли на себя, в первую очередь, инвестиционные банки основной удар, начали рушиться, соответственно, после чего наступил системный банковский кризис, связанный с тем, что банки потеряли доверие друг к другу. Никто не знал, кто рухнет следующим. И, собственно говоря, это сказалось на всей остальной экономике, там упали сырьевые рынки, ну в общем, начались глобальные и глобальные серьезнейшие потрясения. Вот это образцовый системный банковский кризис, да, и его, ну я смело готов называть глобальным, да, вот что называется, пожалуйста. А есть другая ситуация, вот то, что называется нынешняя. Хотите, я вам расскажу, скажу, что это кризис. Хотите, я вам скажу, что это не является глобальным кризисом, да, хотите, ну сказать, что это совсем не кризис, наверное, не смогу, да, потому что понятно, что все-таки, когда в стране, которая считает, что у нее хорошее банковское регулирование, хороший банковский надзор рушится мгновенно буквально за несколько дней банк, входящий в первую двадцатку, ну все-таки это, наверное, событие из ряда вон выходящее. Тем более, что при внимательном анализе можно увидеть как ошибки менеджмента, в первую очередь ошибки менеджмента банка, да, так и во вторую очередь ошибки регулятора или надзорного надзорных органов. То есть у них были свои ошибки. Соответственно, вот ошибки такого масштаба, ну, наверное, можно говорить о кризисе. Назвать его глобальным, вот в том плане, что вся банковская система Америки вступит в паралич, как это было в 2008 году, что крупные банки перестанут друг другу доверять, что платежи между банками будут идти крайне медленно и неустойчиво, что рухнут сырьевые рынки, что понадобится массированное влияние капитала со стороны государства, этого не будет. Поэтому, да, под удар мы можем четко сказать, что под давлением обстоятельств находятся банки средние и мелкие, то, что в Америке называется региональные банки. И я бы сказал, на самом деле, есть еще элемент недоверия населения, недоверия, ну, в широком смысле, недоверия клиентов и населения и компаний к мелким банкам. То есть, вот вообще доверие к банковской системе. Все как-то вот стали бояться, что если у тебя крупный депозит больше 250 тысяч долларов, то не очень понятно, спасут тебя они не спасут. Да, вот, собственно, есть элемент недоверия, элемент кризисного отношения, восприятия банковской системы. Вот глобальными я этот кризис назвать не могу. Сказать, что это не кризис, ну, тоже не могу, да. Но мне кажется, что он достаточно ограничен. И самое главное, что я не жду от него какого-то, вот именно от этой части существенного влияния, ну, или видимого, значимого влияния на экономическую ситуацию в Америке, в целом. Да, вот, поэтому я этот кризис не готов называть глобальным. Ну, значит, вы хорошо свое слово сказали дать определение. Давайте попытаюсь дать определение. Я утверждаю, что с той анализа, с той оценки, которую мне доступно сделать, и вот почему я вас пригласил, потому что у вас гораздо больше опыт, я искренне с уважением говорю, и мне интересен ваше мнение, ваш анализ, я утверждаю, что мы 6-12 месяцев от глобального кризиса размером как минимум с 2008 год, если не больше. И я в течение нашего интервью буду вам предлагать, почему я так считаю, а вы меня будете либо опровергать, либо соглашаться. Мне это будет жутко интересно, как всем моим зрителям, потому что, если я окажусь прав, в будущем, естественно, сейчас мы ничего в этом не узнаем. Ну, тогда, соответственно, поведение людей геополитическое и экономическое одно, если вы окажетесь правым, если вы так не считаете, то поведение другое. То есть мы, в общем-то, определяем поведение людей, которые инвестируют куда-то, там, приезжают куда-то, возвращаются куда-то. Итак, вопрос следующий. Сергей, можно уточнить? Смотрите, вы сейчас так плавно подменили тему. Вместо того, вот мы начали с вами разговор о кризисе в американской банковской системе, понимая, что вот есть там 5 банков, не очень крупных, региональных, которые рухнули. И вы меня спросили, считаю ли я это причиной назвать глобальным финансовым банковским кризисом? А сейчас вы говорите, а обсуждать мы будем мою гипотезу, вашу гипотезу о том, что Америка или глобальная финансовая система стоит накануне большого кризиса, а вот перемычка, вот является ли то, что происходит с региональными банками, причиной того кризиса? Или не является? То есть я готов обсуждать и отдельно региональные банки, я готов отдельно обсуждать перспективы глобального кризиса, но вот мне интересно, мы их связываем или рассматриваем по отдельности? То есть если вы говорите, что нынешнее состояние дел, это есть предтеча глобального кризиса, тогда вы должны объяснить мне, каким образом банкротство вот этих 5 банков, которые, как правило, купили, клиенты не пострадали, каким образом вот это все повлияет на возникновение глобального кризиса? Прекрасно. Прекрасный вопрос, прекрасная вот постановка вопроса. Значит, я считаю, что то, что происходило в 2008 году, и все началось с падения Бернстерн, ну то есть был такой банк, он взял и банкротился, Бернстерн, ну подумаешь. Вот, его выкупили, его выкупили. И вот я сейчас позволю себе показать вам график. Это с официального источника. Источник это FDIC, та самая корпорация, которая страхует наши банки. И вот на момент 2008 года упало несколько банков общей суммой потерь вкладчиков, почему их большинство купили, упал на самом деле один, на 373 миллиарда долларов. После чего вот этот вот красный хвост, это количество банков, более мелких банков, падающих после этого. После чего начался банкопат. Потом все это утихомирилось, успокоилось. В 2021 году, как и в 2006, было ноль падающих банков. И вот сейчас эта кривая взрывается опять вверх. У нас еще не середина года, у нас середина мая, у нас еще до середины года, полтора месяца. И у нас уже потерь в ликвидности, вот, то есть на полтриллиона долларов, а потерь в банковских assets, то есть в банковских активах, не на активах, не правильное слово, как по-русски. Активы, активы. То, что потеряет владель. Нет, смотрите, есть активы банков, а есть активы вкладчиков. Активы вкладчиков, активы вкладчиков. То есть вы не помогаете с теми аналогией, потому что я понимаю, о чем я говорю, а по-русски не знаю как называть. То есть перешли из рук луки активы вкладчиков на полтриллиона, там, с копейками, а активы владельцев потерялись на триллион. То есть триллион долларов исчезло из экономики. Вот, и вот триллионы, согласитесь, похожи. То есть мы сейчас смотрим на канарейку в шахте. И это мой вопрос, это мой ответ вам, почему я считаю, что это предтеча, это начало. Теперь более детально о схеме, и я хочу это самое. Значит, вы правильно сказали, региональным банкам есть недоверие. Объективное, субъективное. Я считаю, что это паранойя. Но люди не паникуют на ровном месте. Они почему-то паникуют в 2023-м, и не паниковали все в 2019-м. Почему-то сейчас люди начали паниковать. И что остановит людей от выноса денег с региональных банков? И более интересный вопрос, что остановит акционеров от продажи акций региональных банков? Ведь сейчас то, что сделало правительство, не расплатилось. Совершенно справедливо. Я не говорю, что оно должно было расплачиваться. Люди купили акции банков и потеряли свои деньги. Вот если у меня есть акция маленького банка, что заставляет меня продолжать хранить эту акцию? Вы здесь сразу все как раз свалили в кучу. Я даже боюсь с чего начать. Давайте начнем с конца. Что курица, а что яйцо. И недоверие к мелким региональным банкам, я считаю, что допростят меня владельцы и клиенты мелких региональных банков в Америке. Я считаю, что процесс объективный. Потому что наличие 4000 банков в Америке, из которых 800 имеют одно единственное отделение, то есть головной офис, ну это как-то выглядит немножечко странно. Я за конкуренцию. Я за конкуренцию. Но я хорошо понимаю, что банковский бизнес в таком количестве банков, он не может быть устойчивым. То есть, ну не может Америка при всей прекрасной ее финансовой системе, при всей замечательной системе образования, при том, что она готова привлекать кадры со всего мира, ну не может она найти менеджеров хороших на 4000 банков и обеспечить везде, я же не говорю даже честно, чтобы они не жулики были, не вора, но просто адекватное восприятие ситуации и как надо реагировать. Поэтому я считаю, что процесс укропнения консолидации американской банковской системы, он на самом деле идет давно. Он идет давно, максимальное количество банков в Америке было, вы не поверите, аж 15 тысяч и пик был в 1982 году. Вот как только при президенте Рейгана началась вот эта эрегономика, как только Пол Уолкер начал зажимать денежную, бороться с инфляцией, кстати обратите внимание, странное совпадение, то как-то вот количество банков начало стремительно сокращаться, ну быстро сокращаться. И вот с 15 тысяч оно дошло до 4, но мне это чем-то напоминает консолидацию американских авиакомпаний. Потому что если вы посмотрите ситуацию 50-60 лет назад, то количество американских авиакомпаний и пассажирских тоже исчислялось десятками. А потом так постепенно, 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 экономия на масштабах, стало понятно, что мелкие авиакомпании практически не имеют шансов на выживание. И даже сейчас какие-то появляются, то одна, то другая, да, вон там появилась, кто у нас там, ой, как же это называется-то, через Атлантику летает, этот, Virgin Atlantic, да, вот только развился, Virgin USA, да, вот только развился, раз его купила Аляска. Аляска только начала мышцу набирать, а сейчас вот ее, вот-вот они с Американ сольются, да. То есть вот банковский бизнес в чем-то, на самом деле, в необходимости консолидации напоминает мне рынок авиакомпаний. По большому счету, вот у современного авиационного пассажира, у него нет лояльности к авиакомпании. Да, то есть вот если вам нужно перелететь из точку А в точку Б, то первое, на что вы смотрите, это на цену билета, второе, на удобство расписания. Можете смотреть наоборот, да, но является ли эта авиакомпания членом вашего альянса или не является, это вот, ну, уже следующий вопрос. Если там разница в цене, не знаю, там 200 долларов, то, скорее всего, вы полетите вот на той компании, которую даже не ту карточку, которую вы мили собираете. С банками примерно то же самое, да, особенно на стороне вкладчиков, которые приносят деньги. А особенно в тот период, когда вот у нас на протяжении практически 15 лет, ну, там не совсем 15, там 10 лет, был такой длинный-длинный-длинный период нулевых процентных ставок, когда по депозитам нельзя было получать ничего. Ну и, в общем, какая разница, где держать ваши депозиты, да, если вы все равно по ним ничего не получаете. Вот тут ставки начинают расти, и тут все банки начинают шевелиться, и почему-то получается так, что крупные банки, они больше возможностей предлагают вкладчикам для управления их сбережениями. И они предлагают им подзаработать здесь побольше на депозитах, там по какую-то схему предлагают, потому что им сделать это легче. У них баланс больше, у них размах операций больше, они инструментов на финансовый рынок активнее выходят. И в этой ситуации, да, и начинается вторая, и вторая часть связана вот с этим эффектом незастрахованных вкладчиков. Да, выясняется, что вот и там и Silicon Valley, и First Republic, и Signature, у них доля незастрахованных вкладов была там выше 80%. И вот люди начинают дергаться, как только кто-то, да, а дальше в банковском надзоре есть же замечательная вещь, риск на одного клиента, даже если это вкладчик, он не должен превышать, там, сказать, не знаю, там, предположим, 10%. То есть, ни один банк не может иметь вкладчика, который больше 10%. А, насколько я понимаю, с Silicon Valley получилось так, что вот эта группа стартапов, которые в неявной форме находились в орбите Питера Тиля, да, вот ее никто не рассматривал как консолидированного одного клиента. Ну, когда Питер Тиля сказал всем своим, всем компаниям, в которых он был акционер, ребята, быстро забираем деньги, то банк рухнул, да, и здесь вот даже не обращая внимания на то, что банк плохо управлялся, да, что там риск менеджмент отсутствовал, что банк рос так быстро, он там за три года вырос там больше, чем в два раза по активам, по привлеченным средствам, он даже, знаете, как вот не успел мышцы отстроить, скелет настроить. Да, у него там риск менеджмента не было, чифр риск офисер отсутствовал. И вот когда одна группа клиентов быстро смоталась из банка, выяснилось, что все. Это вот такой набег вкладчиков особо крупного размера. И на все это накладывается последняя часть про акционеров, да, что особенность мелкого банка, держать котировки его акции очень сложно, и, соответственно, количество людей, которые готовят, готовы шортить их, да, и, видя проблемы банка, тут же надо шортить и зарабатывать на падение, она только усиливает эти проблемы. А банки не могут, там, не могут ничего, скрывать информацию, они обязаны раскрывать. Вот уменьшилось, по квест, да, там сегодня сообщил, что там за неделю депозиты упали на сколько-то там миллиардов долларов. А раз акции в один день рухнули на 20%. Ну, просто все, да, в банке мы понимаем, что вот этот банк спасти уже, видимо, усилиями менеджмента. А акционеры новые денег не дадут. Значит, вся надежда на то, что придет Федеральная резервная система или корпорации в DIC по страхованию депозитов, и тем или иным образом организуют какую-то такую быструю продажу, чтобы вкладчики не пострадали. Так или иначе переложат это все дело на взносы банков в корпорацию по страхованию, и в результате все банки покроют вот эти вот убытки от плохого управления этим банком. Вот все будет вот примерно так, и говорить там, что надо спасать акционеров, не надо. Вот про акционеров сейчас точно совершенно никто не будет думать. Ну, так же, кстати, как и в кризис 2008 года, да, когда банки продавались друг другу, когда там банков Америка покупала Мэри Линч, ну, акционеров Мэри Линч там сжали до невозможности. Да, когда государство вливало привилегированные акции в капитал сети банка, там всех акционеров отстранили от управления и сказали, ребята, отдыхайте. Спасибо, что обычные акции не купили. Вот, поэтому мне кажется, что акционеры, они здесь вот, ну, то, что акции вот этих мелких, да, эти, как называют, региональных банков, то, что они котируются, для них это на самом деле сегодня не выигрыш, а проигрыш, да, потому что на них, ну, условно говоря, любая плохая новость соседним банкам, который очень похож по характеристикам, тут же, говорит, заставляет вас думать о том, что и с вашим банком могут быть такие же проблемы, и поэтому не нужно ли мне продать акции. Вот, и я считаю, что, то есть, ну, я думаю, что мы в этом с вами можем согласиться, чтобы, да, для простоты нашей дискуссии, чтобы упростить, что сектор региональных банков, он будет находиться под давлением, количество банков, которые будут закрываться, покупаться, консолидироваться, вот, что он там из нынешних 4 тысяч, там, через сколько-то лет в Америке останется 3 тысячи, а потом 2 тысячи, да, это объективно будет происходить. Вопрос в другом, да, там, потеряют или не потеряют вкладчики банков, а если потеряют, то сколько, да, и здесь, ну, на этот вопрос ни вы, ни я не можем ответить, потому что это зависит, там, от доброй воли Джерома Пауэлла, председателя ФРС, Джанет Йеллен, министра финансов, и вот корпорации по FDIC, да, которые там либо согласятся, либо не согласятся в этом как-то участвовать. Ну, и, соответственно, от Конгресса, может, там деньги какие-то добавят. Вопрос в другом, станет ли это триггером для того, чтобы произошел кризис в остальной экономике. То есть, я считаю, вот опять, сразу забегая чуть вперед, отвечая на, я согласен с вами, что риск того, что там на горизонте 6, 12, 18 месяцев американскую экономику может ждать серьезный кризис, я не уверен, что он там будет сильнее, чем кризис 2008 года, но может быть финансовый кризис, серьезный кризис. Да, я согласен, есть шансы, и могу объяснить почему. Но я не вижу перемычки от того, что происходит с региональными банками на этот кризис. То есть, на мой взгляд, ситуация с региональными банками, она будет развиваться в сторону их консолидации. Их будет меньше, 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 меньше. Акционеры этих банков будут исчезать, они будут терять, безусловно. Их акции будут обесцениваться. Это не значит, что они будут... Да, просто вы потеряли свои активы. Бывает такое. Ну, да. Но с экономикой ничего не случится. Я понял вашу позицию. То есть, вы говорите следующее. Количество, такое количество банков является историческим артефактом. Ну, так случилось исторически. Была децентрализованная банковая система. Современное, развитое общество выдержать такое количество банков не может. Хотя бы потому, что не хватает менеджмента толкового. Поэтому будет идти консолидация. Это нормальный процесс. Кому-то это будет неприятно. Ну, на то она и экономика. Я попытаюсь немножко объяснить эту перемычку. Вы спрашиваете, идти перемычка? Я попытаюсь ее объяснить. Как я это вижу, опять же. Это моя точка зрения. Перемычка заключается в следующем. Вы и я прекрасно понимаете, как работает fixed assets, как по-русски сказать. Фиксированные бонды. Как это по-русски называется? Облигации. Облигации с фиксированным выплатой. Вот так я имею в виду. Ну, это облигации, да. То есть, облигации с фиксированным выплатой. Государственные, корпоративные, неважно какие. То есть, существует огромное плечо. То есть, если существует бумажка А, которая дает 2% до дохода. То есть, она выплачивает купон 2% в год. При условии, что такая же бумажка сейчас выплачивает 4% или 6%, допустим, 6%. Бумажка А подешевела в 3 раза. Это справедливо, если срок действия вашей облигации 1 год. Да, при условии, что срок, где все остальные... Не, 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 ну подождите, ну подождите. Ну, эти облигации выпускают и на 5 лет, и на 10 лет, и на 30 лет. Ну, это вот не правило там, что если доходить... При всех прочих, РАФ, тот же имитент, тот же срок действия, все то же самое. При всех, вот при соблюдении всех прочих равных условиях, огромное плечо. Соответственно, американские моргиджи, то есть ипотеки, 80% это фиксированные облигации на 20 и 30 лет. То есть, 25 это лет, 27 это лет, 23 это уже не принципиально. 80% американских ипотек, потому что Америка, как и страна, где ипотеки даются, как правило, на фиксированный процент, в отличие от Европы. И вот эти 80% облигаций, там, ну, там, триллионы долларов, они сейчас все, вот эти вот все, mortgage-backed securities, они все сильно подешевели. Они подешевели номинально, пока их не продают, но если кто-то их захочет продать, то есть они сильно попадали в цене. Это тот же эффект, который вы прекрасно объяснили на канале Укрлайф ТВ. Произошел с Silicon Valley Bank. Они купили государственные, долгосрочные государственные T-bills, T-bonds, и на них прогорели. Купили самый надежный финансовый инструмент и разорились. То же самое происходит с First Republic Bank. First Republic Bank 220 миллиардов долларов assets, то есть в них вложили 220 миллиардов долларов. Они заняли 110, у них 2 к 1 разница, и они разорились, потому что их assets были вложены в долгосрочные кредиты, которые обесценились. Вот в этом механизме, вот в этом плече я вижу корень начала падения банковской системы. Не потому что банки большие, банки маленькие, много, а именно потому что 10 лет выдавали деньги по нулям, а сейчас у нас инфляция, и теперь процент взлетел как минимум в 5%. Вот в этом, как я считаю, является корень зла. Согласны вы с такой ценой или нет? Нет, не согласен. Давайте так. Я сейчас, чтобы построить конструктивно, я считаю, что в принципе повышение процентных ставок является, может стать причиной вот того кризиса, про который я говорил, да, с которым я согласен. Но я не согласен с тем, что все банки, они обречены рухнуть только потому, что у них много ипотечных бумаг или государственных бумаг в банковской системе. Вот на уровне индивидуальной компании, особенно банка, есть такой инструмент хеджирования процентных рисков. И главное, ну то есть вот тот же самый Silicon Valley, он где-то во второй половине прошлого года, там ближе к концу года, осенью, взял и перестал хеджировать, страховать свои процентные риски. То есть когда у вас есть активы, которые очевидно с фиксированным доходом по низкой ставке, а в этот момент ставки в экономике растут, ну любой риск-офисер говорит вам, что нужно страховать риски. Заключается, да, вы на этом будете терять, за них надо платить, да, но это защищает вас от того, что случилось с Silicon Valley. Поэтому если мы предположим, что все американские банки наплюют на правила риск-менеджмента, ну то да, конечно, наверное, это может случиться. Но я подозреваю, что это такая гипотеза очень сильная. Но сейчас еще вот, давайте все-таки, вот рухнул Silicon Valley. Его распродали, купили. И скажите, а вот что-нибудь с экономикой после этого случилось? Даже не то, что с экономикой в целом. Вот Silicon Valley был очень специфический банк, банк для стартапов. Индустрии стартапов хоть что-то ощутила, хоть как-то пострадала, ну понервничала три дня, подергались и все. То есть банк рухнул, акционеры все потеряли, а вкладчики все в порядке, живут, продолжают стартапы, развиваются. То есть я к тому, что вот перемычка, сейчас, Сергей, 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 перемычка между банкротством конкретного банка и эффектом на экономику может отсутствовать. Вот то, что акционеры Silicon Valley, там тоже не до конца понятно, потому что там была еще компания Silicon Valley, да, которая владела банком, там сложные были отношения, они, предположим, все потеряли, вложи, акции банка потеряли, обесценились. Но вообще говоря, клиенты банка и там экономика стартапов, которые обслуживал этот банк, наверное, пострадала. Или тот же самый First Republic, который дал несколько миллионов кредита Марку Цакербергу для покупки дома под один процент годовых. Ну что, Цакерберг от этого ему хуже, лучше, что к нему сейчас придут коллекторы и скажут, только быстро нам отдавают кредит, да они будут так платить свой один процент, да, потому что был такой бизнес. Вот, поэтому я, вот, нельзя возводить в абсолют отсутствие адекватного банковского менеджмента в одном, в двух, в трех, в пяти банках и говорить, что во всех остальных, там, четырех, трех тысячах девятьсот девяносто пяти будет то же самое с точки зрения управления банком. Да, поэтому вот это и одна часть. Вторая часть, давайте все-таки, вот тогда я сейчас придется, наверное, изложить видением финансового кризиса с моей точки зрения, как я его вижу, как он может развиваться. Действительно, в основе лежит повышение процентных ставок. И не то же там это процентные ставки по облигациям, а это повышение процентных ставок федеральной резервной системы, которая задает нижний уровень процентных ставок, которые существуют в экономике, в американской экономике. И, соответственно, вот такого резкого повышения на таком коротком промежутке времени с нуля до 5%, ну, фактически там уже очень давно в американской экономике не было. Сейчас большинство экспертов считают, что ФРС должно взять паузу. Там говорят, что это еще последний инфляционный отчет сегодняшний вышел очень хороший, что можно успокоиться, что инфляция уже там 4.9, что все замечательно. Ну, давайте мы будем считать, что это так. Но это вот столь высокая процентная ставка означает, что все те компании и банки, которые занимали деньги для себя, даже сейчас не про активную часть, не про вклады, вот там компаниям нужно развивать свой бизнес. Любая компания размещала, там многие компании размещали облигации, брали кредиты в банках. Не знаю, по 2, по 1,5, по 2,5% годовых. Когда ставка ФРС была 0, сейчас ставка ФРС 5. И они вот сверх 5, те же самые там 1,5-2, 2,5% должны заплатить. То есть для них сейчас рефинансировать долг стоит не 2%, а 7%. А даже вот при тех нулевых ставках, которые были, очень большое число компаний американских, они, их денежный поток, то, что называется умным словом, не беда, он не позволял даже вот обслуживать долг в полном объеме. И, соответственно, да, действительно, повышение процентных ставок может создать проблему для большого количества американских компаний. Они не смогут рефинансировать свои долги. Какие-то из компаний, где сидят адекватные финансовые офисы, управляющие финансами, они, возможно, готовились к этой ситуации, они заранее планировали, у них там есть ресурсы наличных денег, ну, денег на счетах, не банкнот, естественно, а денег на счетах. И они готовились к этой процедуре, и те деньги, которые они занимали, они их держали, говоря о том, что нам они понадобятся в следующие годы, когда мы не можем занимать. Но какие-то компании обанкротятся, безусловно. Вопрос опять, вот сейчас мы упремся в том, вот и это давление роста процентных ставок на экономику, на компании и в меньшей степени на банки, оно, да, объективно будет. Но оно возникает не потому, что там что-то случилось с региональными банками, а потому, что Федеральная резервная система наконец начала бороться с инфляцией, выполнять свою базовую функцию. И это может привести к большому числу банкротств. Ну, точно так же, как вот ковид и адаптация бизнеса, понимание того, что мы уже многие проценты, мы уже там не нужно всем приезжать в офис, да, по крайней мере, пять дней в неделю всему персоналу компании, привело к тому, что большое количество офисов в таких городских центрах, крупных мегаполисах, они простаивают и не приносят доходов. Понятно, что у риэлторов, у девелоперов, да, кто владеет этими зданиями, будут проблемы. И возможно, что там даже будут банкротства. И возможно, даже какие-то офисные центры будут продаваться за не очень большие деньги, с убытком, и будут трансформироваться, я уж не знаю, на во что там, в жилье может быть, да, может быть, не знаю, вряд ли в шопинг-молла, потому что с шопинг-моллами тоже проблема. Развитие электронной торговли делает наличие такого количества шопинг-моллов не очень нужным. И мы видим, как там вот одна за другой торговые сети, там, БСБ, 1 Би-Онк, да, только что обанкротилась и так далее. Вот, но из того, что это будет происходить, из того, что американские компании будут банкротиться, или даже банки будут банкротиться, ну, вот говорить, что экономика рухнет после этого, да, или экономика, скажем так, борьба с инфляцией и замедлением экономики станут причиной банкротства компаний и банков, но не наоборот. Не потому, что банки обанкротились, и после этого экономика будет в рецессии. Поэтому, да, конечно, когда борются с инфляцией, когда экономика резко тормозится, когда на нее оказывается давление, риск, опять, это то, что я рассказал, это не означает, что вот именно так и будет. Я сказал, что риск этого сценария очень высокий, да, что его вероятность, его механизм понятен, да, и вот он будет реализовываться таким образом, что компании не смогут рефинансировать те долги. И если они вот за те деньги, которые они брали в долг, не смогли нарастить мощности, не смогли создать новые продукты, не смогли привлечь новых клиентов и не увеличили свои доходы, да, а там выкупали акции у акционеров, например, да, байбеки делали, то тогда им сейчас расплатиться с этими кредитами будет крайне тяжело, потому что у них финансовые показатели не изменились, да, все просто, это может быть, но опять сказать, что это достигнет масштаба 2008 года, ну, послушайте, я, вот под это я точно не подписываюсь. Окей, значит, вот в чем я у вас с вами абсолютно согласен, и, видимо, вот я сейчас разговариваю с вами, понял, что это не донесло на своем канале тоже. Я не рассматриваю падение банков как причина начала кризиса экономики, отнюдь нет. Я рассматриваю падение банков как симптом нездоровой экономики, просто канарейка в шахте. То есть банки пали первыми или начали падать первыми, и это симптом нездоровой экономики. Причиной нездоровой экономики является искусственно заниженный в течение, ну, очень долгого срока, вы говорите сами, ноль интерес рейд, который привез лихорадочной активности. Вот мы привели прекрасный пример недвижимость, коммерческая недвижимость на офисные центры. Я живу в Силиконовой долине. У нас застроили все, что могло. Это был самый выгодный бизнес. Построил свечку, сдал его в аренду. Замечательно платятся огромные деньги. Под эти деньги брали заемы в банки. Никто же не вкладывал живой голый кэш. И сейчас, после ковида, после всех событий, никто возвращаться в эти офисы не хочет. У нас, вы спросили, какая связь между падением банка и экономикой Силиконовой долины, никакой. Кроме того, что так совпало. У нас увольнение, у нас замерз коммерческая и замерзает сейчас жилая недвижимость, ну, граждан, ну, так сказать, real estate, коммерческая. И, кроме этого, начали падать банки. То есть, это все симптомы одной и той же болезни. Болезни, а болезнь искусственно низкий интерес рейд, с моей точки зрения, в течение очень долгого промежутка времени, приведшей к инфляции, инфляции, которой не было 40 лет, приведшей к естественной реакции Федеральной резервной системы, повышению ставки, которая, ну, тут они были, ну, и нельзя было не повышать, иначе попадаем в инфляцию. Все понятно. И вот теперь регуляторы спустили это, и сейчас в портфолио всех сберегательных институтов, страховых компаний, все то же самое, повторяется восьмой год. Я объясню, чего не вижу. В восьмом году началось с того, что все сидели на mortgage-backed security, которые обесценились, потому что за эти mortgage, за эти ипотеки люди перестали платить. Сейчас все сидят на тех же самых mortgage-backed securities, которые обесценились, потому что они не приносят тот дивиденд, который приносят другие документы, и люди их сейчас продают за полцены. И вот этот механизм, мне кажется, начнется, ну, то есть это катализатор, начавшийся уже сейчас, экономической, это не катастрофа. Понятно, что Америка не рухнет, но это как минимум восьмой год, который, ну, потому что происходит динамика, я вижу, начнется полыхать, ну, не раньше октября, и, скорее всего, к январею следующего года мы уже будем точно знать, прав я или не прав, вот где-то в этих промежутках. Это будет восьмой год с той же уровня безработицы, с той же уровня, ну, вот с теми теми же последствиями, которые были в этом году, если не хуже. Ну, смотрите, я точно совершенно не готов спорить с вами, дискутировать, у нас дискуссия, у нас, что называется, дружеская, да, вот, дискутировать с вами в тот момент, когда вы говорите, что я верю. Вот, если вы во что-то верите, я точно понимаю, что переубедить вас я не имею никаких шансов, и поэтому даже пытаться не буду. Поэтому верьте, и здесь вера не подлежит сомнению и обсуждению. Вот, я единственное хочу вам задать вопрос. Вот вы несколько раз сказали, что это является признаком нездоровой экономики. Я здесь так хочу вас иронично подколоть. Ну, уж если в Америке нездоровая экономика, то где она здоровая? Мне кажется, что более здоровой экономики в мире, чем в американской, ее вообще говоря не существует. Да, в американской экономике, так же, как и в любой другой, есть набор проблем. Какие-то проблемы краткосрочные, какие-то проблемы долгосрочные, какие-то проблемы можно предвидеть. Например, то, что будет цикл повышения процентных ставок, было понятно давно, к этому можно было подготовиться. То, что на рынке капитала нельзя будет занять деньги, тоже было понятно. И если у вас грамотный финансовый офицер, то к этому можно было подготовиться, к этому нужно приспособиться. Но если мы посмотрим на траекторию развития мировой экономики со времен Второй мировой войны, то более здоровой экономики, чем американская, наверное, все-таки нет. Это такой технологический монстр, который мало того, что самый крупный в мире в объеме, он еще и тянет основную массу технологических достижений. Поэтому мне слово нездоровая экономика, она категорически не нравится. С чем я не буду спорить, то, что любой экономический кризис, каким бы крупным, мелким он ни был, это является реакцией экономики на те проблемы, на те дисбалансы, которые в ней возникают. Но это, на мой взгляд, возникновение дисбалансов в экономике, оно объективно неизбежно. Но нет такой экономики, которая развивается 50 лет, без единого кризиса, без единого спада, вот как по линеечке, прочертили, я не знаю, там 4,2% роста каждый год, до расплаты растут по линеечке, обменный курс, там, не знаю, в пределах узкого, и так далее, и так далее. И еще при этом технологический лидер. Но нет такого, и не бывает, и не будет. Потому что в конечном итоге экономика – это отношение людей. А людям свойственно ошибаться. У людей могут быть завышенные ожидания, людей могут обманывать, или люди могут обманывать. И так далее. То есть, вот верить, что в человеческом обществе не возникнет никаких конфликтов, проблем, искажений, дисбалансов, я не могу. Поэтому, я к тому, что экономика любая, любой страны, которая, ну, любой страны, с любой экономической системой. Я сначала хотел сделать оговор просто рыночный, а потом понял, что на самом деле Советский Союз самый яркий пример, там, кризис в экономике плановый. Поэтому не избежать. Вот. То есть, любая экономика, она так или иначе сталкивается с кризисами. Эти кризисы, может быть, больше, меньше, они будут чаще. Кто-то там строил теорию, что там раз в 7-8 лет должны быть кризисы. Можно строить теорию, там, длинных контрактивских циклов и так далее. Можно любые теории подводить. Но экономики без кризисов не бывает. Поэтому это нормальное явление. И я категорически против того, чтобы называть американскую экономику нездоровой. Более того, я, как-то, знаете, объективно уверен, что американская экономика, вот даже из того кризиса, про который мы с вами сейчас гипотетически, но я говорю гипотетически, я говорю, что есть вероятность, а вы утверждаете, что она обязательно случится. У нас вот в этом разница. Я думаю, что даже после этого кризиса американская экономика... я вопрос у себя. Вы считаете, что вероятность относительно низка? Я считаю, что она относительно высока. Я не знаю, Сергей, я не знаю понятие относительно высока или невысока, потому что, если я скажу 10%, то это мало будет, чем отличаться, если я скажу, что 50%, или что 70%. На самом деле, там, этот кризис может, как девушка и динозавр, 50-50. То есть, я понимаю, почему он может возникнуть. Сказать, он реализует... У меня есть одна, как говорится, абсолютно ненаучная гипотеза, которую я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я считаю, что основная часть дисбалансов, которые возникли в американской экономике, в том числе, за этих низких процентных ставок, про которые... Абсолютно правильно говорите, я не буду с вами спорить. Я считаю, что период низких процентных ставок и мягкой денежной политики в американской экономике был слишком длинным, и это было ошибкой. Вот здесь я согласен. Но мне кажется, что основная масса дисбалансов, которые возникли за счет этого, они нашли свое разрешение в ходе этого спада ковидного. То есть, в конечном итоге кризис это сжатие экономики. А во время ковида она так сильно сжалась. И так, в нормальных экономических циклах экономика так не сжималась никогда. И за счет того, что после ковида экономика начала как-то с разной скоростью в разных секторах, восстанавливаясь сюда-сюда, мне кажется, что вот этот процесс, он может в значительной степени смикшировать тот кризис, про который вы говорите уверенно, я говорю с высокой вероятностью. Но эта гипотеза ненаучная, потому что такие события, как пандемия ковида, бывают в жизни раз в сто лет, а уж поставить какой-то научный эксперимент, подтвердить, ну, просто невозможно. Вот. Именно поэтому я говорю, что есть такая вероятность, но я не готов говорить что-то там вот. А это обязательно случится. Ну, ну, так. Ну, ну, обязательно, то есть, давайте объясню свою позицию. Когда был восьмой год, я видел определенные симптомы нездоровой экономики, я ликвидировал все свои портфолио long positions, и я зашортил. Единственное, что я зажалею, что зашортил мало. И это была функция моей веры, пропабелистической, то есть вероятность. То есть у меня вера не религиозная, вероятность. Так как только вижу, что-то высоковероятно, это дает мне какое-то моральное основание вести себя финансово так или иначе. И вот конкретно с восьмого года я ушел победителем. То есть я не потерял, я приобрел. Единственное, жалею, чтобы если бы я был побыстрее, половчее, более болт, как сказать, более дерзкий, я бы, наверное, побоялся. Но у вас сейчас есть замечательный шанс, как можем повторить. Вот, ну, типа, вперед. Я вот этим и занимаюсь. Я этим и занимаюсь. Отлично, отлично. Я, вот, я этим и занимаюсь. То есть я... Я никогда, я никогда не даю публичных инвестиционных советов вот так на широкую аудиторию. Я считаю, что это просто безнравственно. Да, я готов... Абсолютно с вами согласен. Я тоже не даю таких советов. Я абсолютно не даю таких советов, хотя были попытки меня спросить. Считаю, безнравственная мораль. Вот, просто я к чему говорю об этом, что я свою вероятностную оценку вкладываю в свое финансовое поведение или рыночное поведение. И для меня это не вопрос веры, это вопрос оценки ситуации, которые я опять же не буду рассказывать. Во что я вкладываю, когда я вкладываю, как я вкладываю. Ничего в этом рассказывать не буду. И последний, наверное, сегодня вопрос, который тоже интересно ваше мнение. Значит, сейчас идут разговоры, такие панического характера, здесь в Америке, наверняка, как вы видите, о дедолларизации. О том, что Китай, Россия, Бразилия, то тут Франция хотят отказаться от долларовой экономики и перейти на какую-то свою. Это фантом или это реальная угроза? Насколько это реальная угроза для американской экономики? Как сказал Уинстон Черчилль, демократия – это отвратительная форма правления. Но просто ничего другого, лучшего, мировая цивилизация не придумала. Американский доллар обладает кучей дефектов, проблем. Вообще, эта валюта непонятно кем и непонятно как управляется. Как говорится, валюта – наша проблема. Валюта – ваши, проблемы – наши. Или наоборот, валюта – наши, проблемы – ваши. Как сказал кто-то из американских министров финансов, по-моему. Я считаю, что слухи о смерти доллара как глобальной мировой валюты несколько преувеличены. И это не означает, что ситуация застабилизирована. Если мы посмотрим на историю мировой финансовой системы с начала 20 века, то в 20 век мир вошел при доминирующем британском фунте. То есть, до Первой мировой войны глобальная валюта была британский фунт. Соответственно, британская экономика не выдержала нагрузки Первой мировой войны. Плюс, друзья, американцы помогли большой долговой нагрузкой и отказом списать долги с Великобританией. и на самом деле со времен окончания Первой мировой войны британский фунт начал шататься, шататься, шататься. Но вот этот промежуток между Первой и Второй мировой войной был не сильно удачным ни для какой из глобальных валют. То есть, страны пытались по очереди или все вместе возродить золотой стандарт. У кого-то это получалось, у кого-то это получалось на время. Кто-то как гиперинфляция в Германии, потом глобальный кризис с 29-го года Великая депрессия. Вот это безумная Рузвельтовская политика. В общем, короче говоря, вот ко Второй мировой войне мир подошел в таком раздраве. То есть, ни одна валюта, то есть, фунт, он, все помнили, что он был главной валютой, но уже понимали, что ему таковым не быть. А доллар еще не обрет той мощи, потому что, ну вот, Америка боролась с проблемами Великой депрессии. Но, соответственно, все изменилось в ходе Второй мировой войны, потому что экономическим победителем из этой войны вышла Америка. Она собрала у себя там 80, не знаю, 90 процентов золотых резервов мира. На конференции в Бреттон-Вудсе было подписано вот новое глобальное финансовое соглашение, где не был восстановлен как бы золотой стандарт, а как бы двухступенчатый, что есть доллар, который привязан к золоту, а все остальные валюты устанавливают курсы к доллару, и при этом ну, они должны держаться в рамках какого-то коридора. Всем известный нам Кейнс, Джон Мейнер Кейнс, он был участником переговоров в Бреттон-Вудсе и бился за то, чтобы помимо доллара еще и английский фунт туда же входил, чтобы он тоже был вот такой валютой первого уровня. Но ему объяснили, что не прокатит, не прокатит. Самый главный, что и Советский Союз тоже участвовал в этих переговорах и тоже подписался под этой системой. И вот эта вот Бреттон-Вудская система двухступенчатая существовала до начала 70-х годов. И естественно, в Западном мире в тот момент про Африку, Латинскую Америку, Азию можно забыть, да, с точки зрения, как экономические центры. И соответственно, вот из Второй мировой войны Америка вышла как доминирующая экономическая держава. И естественно, за счет вот еще и Бреттон-Вудской системы все расчеты шли в доллары, все было привязано к доллару и позиции доллара оказались, ну что называется, доминирующими. Это так же, как сейчас, немножко другая аналогия, вот Великобритания вышла из Евросоюза, но все переговоры внутри Евросоюза ведутся на английском языке. Ну потому что, вот он не является официальным языком Евросоюза. Вот все настолько привыкли, что все кросс-курсы все через доллар. Соответственно, и даже то, что Бреттон-Вудская система рухнула, и то, что доллары отказали, отказались американцы от привязки доллара к золоту, ну в общем, никак не поколебала роль доллара в мировых расчетах. Все равно американская экономика была ведущей, и ситуация начала меняться со созданием зоны евро. В тот момент, когда европейцы в рамках Евросоюза реализовали зону единой денежной системы, возникл экономический блок, который и по численности населения постепенно обогнал Америку, который по объему ВВП приблизился к Америке, и валюта, она стала обслуживать ну примерно такой же экономический потенциал. И казалось бы, вот там, не знаю, там конец 90-х годов появляется конкурент для доллара, хотя бы вот в масштабах использования этой валюты. И посмотрите, что происходит. За там 25 лет после введения евро, если убрать расчеты в евро между странами зоны евро, то доля евро в международных расчетах, она, не знаю, процентов 15. То есть, да, доллар проиграл, доллар уступил евро, там, 15 процентов международных расчетов, но при этом, да, есть там расчеты в английских, по-прежнему в фунтах, в новозеландских долларах, в австралийских долларах, в юанях, даже в рублях что-то там рассчитывается. Но, в принципе, вот позиции доллара, когда там 65 процентов, 60 процентов международных расчетов идут через доллар, они остаются. И дальше мы можем обсуждать с вами причины, что нигде нет такого емкого финансового рынка, да, у Евросоюза ВВП, у еврозоны ВВП очень близки к американскому, но нет таких финансовых инструментов, потому что немецкие облигации, отдельно французские облигации, отдельно греческие гособлигации, отдельно испанские, отдельно литовские, отдельно... Вот такого рынка американских гособлигаций, не знаю, десяток с лишним тревелом долларов, его нету. И получается, что вы, как риск менеджмент, должны отдельно... А чем французские отличаются от немецкого? Немецких? А куда мне вкладывать в это или в то? И это все отталкивает... Ну, то есть, это все сдерживает усиление влияния зоны евро. То есть, в принципе, я думаю, что в мире нашлось бы большое количество стран, компаний, таких антиамериканско настроенных, которые бы согласились перейти хотя бы под зонтик евро для начала. Но возникает тут же вопрос, а куда вкладывать? Я думаю, что какие-то нефтедобывающие страны, в том числе и на Ближнем Востоке, они бы, наверное, уже готовы были отказаться от привязки цены нефти к доллару и перейти к котировкам в евро. Но опять возникает вопрос, а у них же там сотни миллиардов вот этих суверенных фондов, которые нужно куда-то вкладывать, и все они вкладываются в основном в долларовой рынке. Ну, потому что нет других финансовых рынков, которые могут абсорбировать по совокупности триллионы долларов. Норвежский один фонд триллион с лишним, а у Садовской Аравии там, не знаю, там 600-700 миллиардов, ну и так далее. Вот. И тут вы говорите, а как же Китай? Ну, ты, вот, понимаю, понятно, что по состоянию на сегодня есть еще одна валюта, которая теоретически может претендовать на роль глобальной. Да, это Китай. То есть, про Индию, слава богу, нам Владимир Путин преподнес всем, как показательный урок, сказал, продаем нефть в Индию за рупии. Нефтяные компании радостно бросились продавать нефть за рупии. Рупии застряли в индийских банках, потому что валюта неконвертируемая. Точка. Вот. На этом можно поставить, можно вообще дальше не обсуждать. Да, вот просто даже на неконвертируемую валюту можно купить только товары, произведенные в Индии. А Индия не производит таких товаров, которые там можно купить настолько. Вот. Соответственно, ну, другой крупной экономики вот по масштабам, да, но только вот китайская. А китайский юань, он не является конвертируемым. Да, там до сих пор является юань отдельно аншорный, который обслуживает континентальный Китай, который находится под очень жестким контролем там и Народного банка Китая, и финанских, китайских финансовых регуляторов. Есть офшорный юань. И для того, чтобы перейти из одного в другой, вам нужно получить разрешение Народного банка Китая. Да? И... А дальше вы американская компания, которая работает в континентальном Китае, которая зарабатывает там юани, и вы говорите, ой, хотим репатриировать прибыль. А вам, как Владимир Путин, говорят, ня, нельзя. В очередь, сукины дети. Вот мы вам будем давать разрешение на конвертацию вашей прибыли по очереди. И вот после этого вы думаете, слушайте, ну, хорошо, вот я сейчас вложу, ну, там про Россию мы не говорим, дебилов, как, ну, они сами назвали себя дебилами, что с ним еще разговаривать, да? Вот. Вы вложили там, не знаю, стали строить часть своих валютных резервов как глобальную валюту в юань. Вот куда-то их вложили. Вложили их там в китайские гособлигации. В этот момент ЦК Китайской компартии говорит, что у нас кризисные явления. Мы посмотрели на нашего друга Владимира Путина, вот он взял всех нерезидентов и запер в России. Не разрешил он выход. Давайте мы сделаем то же самое. И этот риск очень большой. Потому что вот правило там валюта обменных операций, правила регулирования, насколько валюта является конвертиером, насколько свободной, что с ним можно, что нельзя делать, это и политические, и финансовые риски. А главная часть, ну, для того, чтобы валюта выполняла роль глобальной, ну, вообще говоря, нужно, чтобы вы могли ее сохранить. Ее стоимость. Да? То есть вот, когда вы управляете валютными резервами государства или там, не знаю, крупной компании, то для вас, ну, конечно, ну, хочется заработать, но самое главное не потерять. Да? И самое главное, вы должны понимать, что ценность ваших сбережений не зависит от решения ЦК Китайской Компартии, которая вот до сих пор говорит, что у нас там девальвация идет там в пределах коридора, не знаю, 0,15%, я уж не знаю, сколько там. А с завтрашнего дня мы говорим, что можно, вот, колебания курса в пределах полтора процента. Ну, просто они так решили и решили. Да? Или потом говорят, мы подумали, решили повысить конкурентоспособность китайских товаров и мы проведем девальвацию. И мы скажем, что вот она сейчас там не 7 юаней за доллар, а 8,5. И все, да? И вот на этом все заканчивается. Поэтому доверие к конституциональной системе Китая, к тому, как регулируется китайская валюта, оно отсутствует напрочь. То есть, есть огромное количество финансовых институтов, финансовых спекулянтов, которые с радостью играют в юане. Да, то есть, да, есть и рынок огромный, особенно офшорный рынок юаня. Все там есть. Но как только вы начинаете работать в масштабе, является ли эта валюта глобальной, что с ней можно делать, как ее можно сохранить, то, опять, это же не означает, что есть какой-то центр принятия решений. Это не означает, что в Вашингтоне сидят там 10 человек или 110 человек, которые там проголосовали и сказали, считаем юань глобальной валютой. Совокупное мнение такого финансового рынка, что Китай, китайская валюта не может выполнять функции глобальной валюты. Вот не может и все. Рынок не согласен. Знаете, как рынок можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И возникает вопрос, ну, доллар плохой, денежная политика США отвратительная. Что хотят, то и вытворяют. Хотят нулевые ставки? Пожалуйста. Хотят накачивать триллионы долларов? Пожалуйста. Хотят, скажем, американцы чеки выписать? Пожалуйста. Вот просто какое-то безобразие. Вопрос, чем заменить? Вопрос, чем заменить доллар? Если бы мы с вами спорили, а я с вами не спорю, я бы сказал криптокаренси. Возможно? Хороший вопрос. Криптокаренси. А криптокаренси это кто? Вот понимаете, когда вы говорите криптокаренси, то вы должны понимать это кто? Вот кто является носителем этой валюты? Дальше с той же самой криптокаренцией. Во-первых, количество криптокаренси изменяется, измеряется несколькими тысячами штук. Их же там не только что один биткоин или этериум. Их же там очень много. И какая криптокаренси будет у нас? Опять, на уровне индивидуальном, да пожалуйста. Но это нормальный финансовый и спекулятивный актив. Да, вы его можете купить. И вы можете на нем сильно заработать, а можете сильно потерять. И у него нет никакой стабильности. Для глобальной валюты важна стабильность ценностей. То есть, сохранить ценность. Но вы смотрите на котировку того же самого биткоина и все другие криптовалюты основные. И вы видите, как они хорошарашатся. То туда, то сюда. Ну, посмотрите на котировки доллара. Доллар, евро, доллар, иена. Но нет таких колебаний. Вот. Поэтому рынок, во-первых, у криптокаренси пока нет никакого финансового рынка. Вот есть самая самая грубкая валюта. Ну, будем считать, что это валюта. Я считаю, что это финансовый инструмент. Вот есть финансовый инструмент. Да, он большой, он емкий, там, несколько сотен миллиардов долларов на биткоин. Все замечательно. Но что с ним дальше делать? Вот, 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 вот и купили биткоин. И что у вас? У вас есть возможность держать его там на бирже, у вас есть возможность держать его в cold wallet, да, в холодном кошельке, и у вас есть возможность его кому-то дать в долг. Все. Вот все, что вы можете с ним сделать. Но ничего себе, риск менеджмент. А у вас этих валютных резервов, Вы маленькая страна, а у вас 50 миллиардов долларов. И вы на кого будете брать риск? На человека, который носит вот этот колдволет, и который завтра исчез, и вы его нигде не найдете с помощью ФБР? Ну, о чем вы говорите, Сергей? Криптовалюты, финансовые инструменты? Нет, нет, я не сказал, что мы с вами не спорим. Я более того с вами согласен в этой ситуации. Вы меня спровоцировали. Я сразу сказал, что если бы мы с вами спорили, мы с вами не спорим. Нет, я подведя итог вот этой части нашего разговора, я с вами зирую это так, и вы скажите, правильно вас поняли или нет. Вы считаете, что доллар действительно не самая правильная валюта, но лучше ее нет. Юань еще не готов, и непонятно будет ли он готов. Евро тоже не готова, и про крипто говорить тоже сейчас рано. Поэтому за неимением Герба вы пишем на простой. Я бы только первое начало фразы изменил бы. У доллара есть свои проблемы, как у валюты. Но лучше нее ничего нет. Ну, еще ничего. Согласен. Скоро у нас пошли цитаты. Я хочу закончить на цитатой, которая принадлежит внуку Коммодора Вандербилда. Вы наверняка знаете, кто это. Многие читатели, мои слушатели, не знают. Был такой самый богатый какой-то период времени Коммодор Вандербилд. А его уже внуки потеряли все его состояние. То есть из самых богатых человек, людей в мире, они стали очень небогатыми. И кто-то задал ему вопрос, а как вы умудрились это сделать? И он ответил, этот ответ гениальный, очень просто. Сначала очень медленно, а потом очень быстро. Этот анекдот о том, исторический анекдот, что из моей профессии, я статистический дейта-аналист, самая большая ошибка это экстраполировать будущее на основании стабильности прошлого. Вы всегда прозеваете кривую перегиба. Все самые большие ошибки, как финансовые, так и политические, были сделаны тогда, когда поведение прошлого экстраполировалось на будущее. А жизнь устроена по-другому. И поэтому я предлагаю встретиться сентябрь-октябрь и посмотреть в такой же дружеской беседе, что у нас получается буквально через 3-4 месяца, что у нас получается на ближайший период. То есть я вижу достаточно серьезное. Я же тоже какую-то часть, с самого начала своей трудовой карьеры занимался прогнозированием. Я с вами согласен, что с одной стороны, не имея длинного ряда прошлого, невозможно прогнозировать будущее. То есть всегда для прогнозов должен быть исторический ряд. Но с другой стороны, в любом прогнозе вы не можете, вы понимаете, что где-то произойдет точка перегиба, перелома, тренда, но вы никогда не можете точно спрогнозировать ее, когда она случится. То есть можно угадать? Можно. Можно. Если вот каждый месяц выпускать ролик и говорить, вы знаете, через 6 месяцев случится кризис, и вот каждый раз через 6 месяцев, через 6 месяцев, через 6 месяцев, то когда-то вы точно угадаете. Правда? Вот. Поэтому я... По принципу, что стоящие часы показывают дважды неправильное время. Дважды в сутки они показывают правильное время. Вот. Поэтому я с вами согласен, что говорить о том, что устоявшийся тренд сохранится навсегда, это самая большая инвестиционная ошибка. Вот это точно. Здесь у меня... Мы с вами стоим, как говорится, на одной платформе. Но если бы в мире был хоть один бы человек, который точно угадывал бы все точки перегиба, то, наверное, мы бы знали его как самого успешного инвестора. А мы такого человека не знаем. Поэтому угадать точку перегиба случайно можно, а системно пока еще ни у кого не получалось. Ну, вот в этом, наверное, наше расхождение. Ну, я согласен, что стоящие часы дважды в день показывают неправильное время. Давайте встретимся в дружеской беседе сентябрь-октябрь, когда у вас у меня будет время, и посмотрим, что получается с того, что я предсказываю. А я предсказываю на своем канале, может быть, я причем не предсказываю до этого, до этого. То есть я считаю, что... Ну, неважно. То есть, что у нас впереди, довольно интересные события, и банки в данном случае, как мне кажется, являются не причиной, а симптомом. Просто симптомом. Тут я с вами согласен. Спасибо вам за время. Все, Сергей, спасибо большое. Очень интересная беседа. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова